Добрый день, уважаемые коллеги! Волею судеб мне выпало открыть выступление на конференции. Я представляю сразу два коллектива. Яндекс ТЭР и по участникам их большинства, по авторам доклада, и в видеосистемку, и скоро мы довольно пилотно взаимодействуем с этой организацией, пользуем те продукты, которые произведены и разработаны коллективом Яндекс ТЭР или Сейсмотеком, начало которому было положено Владимиром Марковичем Глобовичем. Я надеюсь, вы все его помните. Это был удивительный человек по энтузиазму, по интеллекту, по преданности геофизике, в частности, Сейсморазведке. И нередко, перефразируя Куинстана и Чарчилля, он говорил, что сейсморазведка не так плохой геофизичной. Он мало может и в глубине, и на поверхности. Но лучшего нет. Поэтому дальше мы будем говорить только о сейсморазведке. Я бы даже сказал о сейсморазведке без дураков. Потому что Владимира Марковича больше всего интересовало то, что действительно может дать метод, и за что он может отвечать. Потому что по современной истории применения сейсморазведки фантомов удивительно много. И они становятся модными, а редко подтверждаются. Поэтому для того, чтобы не вводить в заблуждение нашего заказчика, а наши заказчики – это геологи, желательно предоставлять им результат, за который мы можем вручаться, и степень достоверности которого, или неопределенности, лучше сказать, для нас совершенно есть. Значит, Володя занимался довольно широким кругом задач, связанных с сейсморазведкой. Естественно, они все перед вами. Надеюсь, что вы все прочли, и на этом я дальше не буду останавливаться. Причем первая задача – получение скоростной характеристики следы. По убеждениям Владимира Марковича, является основной в сейсморазведке. Все остальное возможно только тогда, когда мы четко себе представляем, какова скоростная характеристика следы. Если мне не изменяет память, где-то в районе конца 50-х – начала 60-х годов, учитывая, что в России бурение было достаточно дорогим, а просторы большие, и сейсморазведчиков было примерно на порядок больше, чем сейчас, если не на два порядка, проблема изучения скоростной характеристики следы для всех нас состояла чрезвычайно острой. В то время как на Западе проще было пробурить скважину, замерить скорости и подложить под сейсморазведку всю необходимую для этого информацию. Поэтому исторически в Советском Союзе достаточно активно развивались способы и методы определения скоростей. И вот тот срок, о котором я называл, на конец 50-х, начало 60-х годов, как раз произошло в развитии метода, который опирался на обобщенный метод взаимных точек или просто на способ взаимных точек, на основе которого определялись интервальные скорости, и, соответственно, строилась глубинно-скоростная модель для профилей КВД с произвольными по криволинейности границами. Володя развивал и довел эту методу до, можно сказать, философского обобщения всего этого хозяйства и показал, что в условиях локальной слои с однородной среды при тех погрешностях, которые существуют в исходных данных, вполне возможно однозначно определить параметры глубинно-скоростной модели. Но, как всегда бывает, эта однозначность не будет одной. Для разных моделей вы получите разный результат. И это Владимир Маркович называл структурной неустойчивостью решения обратной кинематической задачи. Эффективность подхода. Небольшой слайд для демонстрации возможностей подобного решения задачи. Перед вами внизу глубинно-скоростная модель, построенная без всякого использования априорной информации в виде скважины, просто под горизонтальным спектром скоростей и теми возможностями, которые предоставляет система, разработанная коллегами. А вверху глубинный динамический разрез. Учитывая, что в той идеологии, которая представлена в Яндекс.Терра, отчетным или главным результатом, помимо глубинной скоростной модели, является глубинный разрез, а временной разрез является чисто промежуточным и не всегда по делу, мы видим, что если на этот разрез, который был построен, я подчеркиваю, без использования данных бурения, стоит эффективная сейсмическая модель, то есть это данные АК, укрупненные соответствующим образом, для того, чтобы получить слои, по крайней мере, по толщине, приближенные возможностям сейсморазвения. Если вы обратите внимание, большинство границ, резких границ, очень хорошо соответствуют тому, что было получено в глубинной скоростной модели. Это с одной стороны. С другой стороны, все ситуации, связанные с инверсией скорости, связанные с относительным повышением или осреднением скоростей, если эффективный слой достаточно толстый, здесь очень неплохо совпадает. Вашему вниманию предлагается модельный пример. Слева глубины, внизу постоянные скорости, и пятая граница, на которую мы будем обращать внимание, справа она прокоррелирована, стрелочку вы видите, горизонтальный спектр расположен внизу, учитывая, что это модельные данные, и несмотря на то, что мы имеем слоистую среду, горизонтальный спектр, который, как известно, считается в ходе гипертоли, выглядит довольно прилично, даже неприлично хорошо выглядит, что свидетельствует о том, что гипрополичность гадогрова вообще достаточно для тех удалений, которые здесь были использованы. А теперь попробуем ее модифицировать. Вы видите, две желтых гранички заменены одной. Причем заменены так, что кинематика от пятого горизонта, от пятой отражающей границы, осталась неизменной. Я это подчеркиваю. Пятая граница осталась неизменной. Значит, при этом внизу мы получили соответствующее решение. Конечно, для эффективной скорости в более толстом слое мы получили другую скорость. Модель, соответственно, изменилась. Внизу на графике видно, что мы по-прежнему хорошо попадаем в данный гет. то есть здесь с точки зрения сейсмика по пятой границе все окей. Мы изменили среду, в данные мы попадаем, ничего нового по нижней границе мы сказать не можем. Теперь мы берем правый пример. Модель еще более усложнена. Граница промежуточная, сильно тревая. Более того, рельеф пятого горизонта исходно изменен. Однако гинематика осталась без изменений. Соответственно, мы получили решение, которое внизу справа с несколько худшим попаданием в исходные данные, но вторг вполне допустимым. Там меньше двух миллисекунд в среднем. Но мы получаем совершенно другое решение. слева представлены две миграции в тех моделях, которые мы определили. По пятой границе. Ну, первая и вторая модель. Справа от них сейсмограмма общей точки изображения в глубинах. Какой мы должны сделать вывод? Мы прекрасно попадаем в данные, особенно если бы мы работали в довольно привычной до последнего времени эффективной, однородной среде, мы попадаем в данные пятой границы. И там, и там. И получаем совершенно разные результаты. Это классический пример структурной неустойчивости решения обратной кинематической задачи. Возникает вопрос, коль скоро мы с вами строим локально-своительную однородную модель среды, нам нужно на каждом шаге попытаться определить, насколько данный пласт, который мы отстраиваем, данный слой удовлетворяет посылу у локально-однородного маркетинга. В системе, которая используется здесь для обработки, есть специальные критерии на этот счет, которые позволяют физику, сориентироваться, насколько этот пласт можно считать однородным. Вот конкретный пример. Желтеньким исходная модель и внизу критерий качества определения глубины скоростных параметров. видно, что его значения минимальны, и следовательно, когда мы работаем в правильной модели в данном случае, мы будем иметь вполне приемлемые результаты, можем двигаться дальше для определения скоростей в следующем слое, лево границе и так далее. Теперь представьте себе, что мы решили работать в однородной модели среды, эффективной. Это левая картина. То есть мы сразу отстраиваем нижнюю границу. Обратите внимание, как возросло значение критерия, которые характеризуют однородность слоя. то есть свидетельствуют явно о неоднородности. Если мы ставим теперь верхнюю границу, это правая картинка, только добавили одну границу, мы увидим, что критерий стал получше, но тем не менее он требует добавки еще слоев. Среда неоднородна. Значит, для того, чтобы преодолеть эти проблемы или их разрешить, собственно говоря, есть на сегодняшний момент два пути. Путь номер первый. Дополнительная информация. В качестве таковой дополнительной информации могут быть использованы данные прежде всего о глубине положения под стилающей границы. Почему это важно? Потому что основным источником бед при построении глубинно-скоростной модели среды является резкая криволинейная преломляющая граница. Классический пример это соляная тектоника. Далеко ходить не нужно. Так вот, если вы знаете что-то о под соли, априори, то вы можете реконструировать в рамках решения задачи, которые есть в пакете, вы можете реконструировать промежуточную границу. Это будет эффективная граница. Вам помимо заданий подстилающей нужно будет еще задать две константы в лучшем случае. Это скорость над и скорость под кривой границы, которая разделит неоднородный пласт пополам. Это вот здесь как раз левая картинка изограбная двуслойная модель. Другим подходом к решению этой задачи является построение градиентной модели. Предпосылками для такого построения служит следующее. Когда вы работаете и строите глубинно-скоростную модель, есть один подводный камень. Чем тоньше слой, тем выше погрешность определения интервальной скорости. Поэтому, как правило, опорные горизонты, которые выбираются при работе, они используют дельта не менее 300 миллисекунд. При этом дает сохранить достаточную точность определения интервальных скоростей. Но в природе в этих 300 миллисекундах, а тем более в большем интервале существуют промежуточные горизонты. Вот эти промежуточные горизонты мы в принципе можем устроить для того, чтобы построить гуриентную модель, а за ней и анизотропную модель. Но мы начнем с левой. Значит, вот тот же самый примерчик. И вы помните, когда мы смотрели вот эту простую модель, где заменили два слоя, она вообще, говоря, была построена именно в этой манере. Вот мы задали пятый горизонт, каким он должен быть, границей. И он нам ставил границу, которая вот здесь представлена как реконструкция. Естественно, при решении задачи в заданную границу нижнюю мы попали, и было бы странно, если бы это не произошло, но самое интересное состоит в том, что это позволяет восстановить и более глубокие границы. при работе, допустим, соляной тектоник, и это чрезвычайно важно. Доказательство этого положения, хотя оно выполняется во многих случаях, срок было доказательство коллеги пока и Владимир Маркевич, и коллеги с ним работающие пока не получили. Но думаю, что учитывая ту эффективность применения этой процедуры, я думаю, что это в конечном итоге будет доказано. В практике своей, которую прежде всего мы применяли в солимой тектонике, мы неоднократно пользуем этот прием, причем в самых разных варианах. Мы добавляем к этому, что мы знаем, скорость соли, мы добавляем к этому возможные скорости гнаа целевой толщи, и мы получаем приближение промежуточной границы, которые могут облегчить как корреляцию, так и прослеживание, что, собственно, то же самое, по целевых отложениях. И на этом, включая затем итерации получения глубинно-скоростных моделей иммиграции, мы приходим к более-менее приемлемому результату на соляной тектонике в 2D варианте. Потому что в 2D варианте решение задач глубинно-скоростной модели соляной тектоники, это, вообще говоря, очень плохая задача. При этом в правом рисунке мы видим результат построения нижнего слоя с очень приличным критериям его однородности. Перейдем ко второму варианту, когда мы хотим восстановить промежуточный слой за счет градиентности. Вот здесь приведем пример градиент всюду постоянный и есть три границы. Справа гадок. Вот здесь для каждого из гадографов вы можете меняя удаление взрыв прибор рассчитать на плоскости градиент V0 линейный градиент вертикальной скорости для каждого горизонта промежуточного рассчитать вот такими пилами. Точка пересечения на левом горизонте будет давать желаемую оценку V0 и градиента. Справа тоже решение может быть получено на основе попадания в нужную глубину. но область возможных значений V0 и градиента будет значительно шире. пример довольно сложного рельефа вот все что расположено в треугольнике вниз от основной границы это градиентные среда. значит внизу представлены сейсмограммы градиент на всех границах ходили тот же и вот представлены сейсмограммы развертки по удалению вы видите что если мы здесь поставили постоянную скорость то промежуточные горизонты все не выведены на горизонтальные оси симпазности и следовательно есть сюжет определения градиента значит здесь представлены эпюры по удалению для нескольких пикетов на основе вот этих промежуточных отражений и по профилю вот эти на разных пикетах получен естественно по профилю это может быть прокоррелировано прокоррелировано и вы получите характер изменения градиентного слоя по латерали ну вот вот это пример реализации внизу спектр по нижней границе обычный спектр дальше фрагменты разверток по соответствующей миграции вы видите что здесь учет градиента привел потому что если вы мысленно вспомните предыдущие сомограммы то промежуточные горизонты все выровняют вот здесь представлен вариант если бы мы не учитывали градиенты то получили бы вот у миграцию глубина которую вы видите в отличие от желтого и еще один момент в том сообщении которое мне поручено я хотел гордить вот скоро мы работаем в глубинах то все атрибуты сейсничной записи мы тоже должны считать опираясь на миграционные преобразования в процессе миграционных преобразований динамические особенности сигналов существенно меняются причем мы не очень отслеживаем как они меняются и поэтому для того чтобы просчитать атрибутику сейсничных сигналов и в частности такую важную как его то есть нормальные коэффициенты отражения и градиенты соответственно нам необходимо учесть эти изменения приобретаемые походу обработки в связи с этим предлагается такой прием коль скоро у нас есть глубинно-скоростная модель а вы чувствуете что мы все время возвращаемся на глубинно-скоростную модель коль скоро у нас есть построенная глубинно-скоростная модель мы можем в ней отмоделировать коэффициенты отражения равные единице и посмотреть на выходе как они будут меняться повторив те же самые процедуры и вот правые картинки это как раз сейсмограммы которые дают возможность определить насколько нужно изменить изменить насколько нужно компенсировать искажение амплитуд рассчитанных ну в данном случае посеточной модели этот прием мы применили в частности на материалах предуратского прогиба левая картинка это надвиговая часть это все натуральные материалы единственно обычные сигналы замененные на эко коэффициенты внизу даны графики нормального коэффициента отражения и градиента по ним рассчитан с небольшими хитростями флюитфактор левая картинка с довольно значительной аномалией флюитфактора там где была скважина есть расчет выполнен формально так же как глубинно-скоростная модель и так далее то есть это натурные значения между вот между верхними двумя горизонтами там находится залежь и мы видим какую аномалию дает флюитфактор вычтенный по нормальному коэффициенту отражения и градиента к западу от этого юго-западу от этого надвига в горизонтах но тоже между верхними двумя горизонтами по той идеологии о которой я говорил были рассчитаны характеристики и так же мы видим что целый интервал может быть признан перспективным для дальнейшего изучения и проверки обращаем внимание что в целом если бы мы интерпретировали этот разрез обычными сейсмоскартиографическими приемами мы нарисовали бы здесь довольно много перспективных объектов а имея дополнительные профиля мы бы оконтурили и представили геологу в лучшем виде из всего обилия этих объектов остается вот тот интервал который соответствует максимуму флиитфактор все хорошо да ну сколько вы 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 читаем вы прикладная теория глубинных построений Владимир Маркович Аглагорского актуально и развивается на принципах доказательности обработки смеснических данных расширение класса моделей пласта невозможно без привлечения новых данных либо из наблюдений либо из априорной информации расширение класса моделей пласта не может быть произвольным в силу структурной неустойчивости обратной кинематической задачи решение прямых динамических задач становится процедурами обработки и интерпретации данных сейсморазведки о дальнейших деталях решений будут будет рассказано в докладах которые делают специалисты Яндекс.Терра спасибо за внимание спасибо спасибо Спасибо.